Как быть и как жить в это непростое ковид-время. Еженедельная рубрика русского вещания о душевном здоровье. С этой неделей мы продолжим ее в программе «Личное дело». Страх смерти, тревога, одиночество. Затянувшиеся ограничения сильнее всего бьют по пожилым, одиноким людям. Особенно в пансионатах. Если вы чувствуете, что телефонные номера с центрами доверия, социальными службами и другими учреждениями могут быть вам полезны, приготовьте ручку и лист бумаги. Будет много полезной информации. «Личное дело» Евгении Копыловой. В четырех стенах в компании своей кошки осенью я провела 10 дней. Я была признана контактной персоной и честно провела карантин дома. Много работала, поэтому скучно мне не было. И даже чувствовала я себя хорошо. Только вот когда вышла из дома, ощутила необъяснимую для себя тревогу. А через 10 минут ходьбы, несколько дней мне и вовсе становилось плохо. К чему я все это рассказываю? Тогда все прошло довольно быстро. Но есть те, кто сидит в четырех стенах намного дольше. Давайте попробуем разобраться, что происходит с пожилыми людьми. Одиночество, страхи и ограничения. Вот что сейчас происходит с пожилыми и одинокими людьми. В социальных центрах вспышки заболевания. За ними следует карантин. Каждый сидит в своей комнате. Но и отрицательный тест. Не повод покинуть пансионат. В общем, как у Бродского. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Как бороться с последствиями длительного заточения делится житель пансионата Мэш-Темс Игорь Завгородний. Или ты живешь, или ты не живешь. А я хочу жить. Я хочу жить. Поставил перед собой такую психологическую задачу, что надо жить. Надо жить. И перестроил полностью свой распорядок. Подъем в 6 утра. Выхожу на улицу. Голый торс. И 20 минут делаю зарядку. Дальше холодный душ, молитва. Игорь рассказывает, что перечитал уже почти всю классику со школьных лет. В планах уже есть фильмы. С компьютером на «ты», так что с родными связь поддерживает. Своего друга Игорь видел почти год назад, в феврале 20-го. Мое право, что в августе встретимся. Конечно, очень хочу, хочу, чтобы это закончилось. Я хочу походить по старушке, в Старая Ригия, в Домская площадь, чтобы открылся Домский собор. Очень люблю Баха слушать, Большая гильдия, симфоническая музыка. Но это в интернете я все сижу, слушаю, это успокаивает. А вот еще один постоялец. К нам он резво спускается на коляске. Андрей Колосовский рассказывает, что скучает по свободе. Когда на своей другой электрической коляске мог ехать куда угодно. Это как в тюрьме, да, строгий режим. Абсолютно один к одному. Не зайти, не выйти. Абсолютно. В магазин, ну, не съездить никуда. Никуда не сходить. Я, смотрите, вот у меня электрическая машина, BMW ее называют, да, я недавно получил. Классная машина, супер. В ней очень хороший аккумулятор. Мне надо этот аккумулятор, чтобы работал каждый день. Ну, вырабатывал, работал, да. Я вот, смотрите, вот тут вот, да, вот, тут вот, по этому пятачку, 15 метров. Я ее гоняю, как белка в колесе. Понимаете, скапливается день от дня, скапливается не то, что какой-то страх, а паническое чувство и гнев. Сколько в Латвии одиноких людей? Такой статистики в министерстве благосостояния нет. Но известно, что в одной только Риге около 10 тысяч людей, к кому домой приходит помощник по уходу. Рижский университет имени Паула Страденя провел исследование, в рамках которого изучали эмоциональное состояние пожилых людей. К этому исследованию мы смогли привлечь около тысячи респондентов от 50 до 80 лет. Мы спросили об опыте первой волны, какие проблемы со здоровьем ощутили, как справились с волнениями, как решали неожиданные ситуации. Что касается психологического здоровья, около 20% отметили, что психическое здоровье ухудшилось. Около половины отметили проблемы со сном. Это большая угроза для будущего. Изоляция продолжается, так что пропорция может увеличиться. Это подтверждается и на практике. Социальные работники слышат, что говорят постояльцы пансионатов. Я слышала высказывания даже такого толка, это еще причем осенью, что лучше бы я умер, чем я в такой ситуации живу. То есть депрессивность, разговоры о смерти, разговоры о том, что это невозможно и зачем это нужно и так далее. Вспомним первую волну. Регистрируется всего несколько новых случаев заболевания COVID-19 в день. Но люди невероятно напуганы, границы закрыты. Это с одной стороны. С другой стороны, экономика еще держится, а люди не озлоблены и готовы помогать. Появляются волонтерские движения. Принесем продукты, погуляем с собакой, да и просто поговорим с вами по телефону. В одном только движении «Палый Эцмайас» принимают участие около 800 добровольцев. Теперь это уже веглый «Палый Эцмайас», а добровольцев не 800. Их нет вообще. Осталось семь человек, которые работают над новым проектом. Появились другие проблемы, которые теперь есть. Это эмоциональная помощь, нужна кто-то с кем поговорить. И это очень-очень трудно, когда ты не можешь встретиться с ни с кем. И мы теперь думаем, как мы, как волонтеры, можем это делать. Однако это не значит, что нужно ждать, пока придет помощь. Пока все наладится само собой, тоже ждать не стоит. Помочь могут уже сейчас. Что делать, если чувствуешь себя плохо, депрессивно? Нужно звонить в социальную службу, несмотря на то, что встречи сейчас не происходят. Поговорить с вами могут даже эти же социальные работники. Есть и другие телефоны. Кризисный центр «Скалбе-ЛВ». Есть также социальный проект «Парунасим». Там работают люди с инвалидностью. Они могут вас выслушать и поговорить. А теперь внимание. Кризисный центр «Скалбе». Круглосуточным сюда могут звонить не только пожилые люди, но в принципе любой, кто чувствует, что силы его покидают. Номер телефона 67-222-922. Телефон доверия «Парунасим», то есть «Поговорим» 2-65-64-564. На этот номер можно звонить, даже если просто одиноко и не с кем поговорить. Звонить можно с 11 утра до 19 часов вечера по рабочим дням. Это номера для всей Латвии. А вот социальная служба у каждого города своя. И возможности тоже разные. Рассмотрим на примере столицы. У нас есть центр звонков для сеньоров. В чем тут такая интересная черта? Что там, если вы позвоните по нашим трим телефонам, которые работают каждый день с 10 до 2 часов, вам ответит тоже такой же сеньор. И вы можете просто поговорить. Может быть, получить какую-то важную информацию. Может, какой-то телефон еще. Номер телефона 20-22-49-13. Также у социальной службы Риги есть общий номер 8050-55. Сейчас служба усиленно работает на эмоциональную поддержку. Там вам подскажут варианты доступной помощи. Например, консультации психолога. Из спортивного Рига предлагает спортивную ходьбу в компании пяти человек. А в Сигулде, например, можно бесплатно покататься на лыжах. Другие активности в помещении. И те, где соблюдать дистанцию в два метра, не получится, пока на паузе. Так что пока что в основном помощь удаленная. Но она есть в каждом городе. Личное дело Евгения Копыловой, Латвийское телевидение.